И знатка, где-то здесь лежали в лакончике. Вон она, тайгунька. И вон лебедь красивый. Поздравление, мы попадаем в больницу, в детскую больницу на комплексе. Тайга увидела уточек, а уточки уже увидели тайгунчика. Они сейчас включат свой сигнал сирены. Стоят на лапках на своих. И кричат уже, ну надо же, все, уже завопили, да, типа спасайтесь. Огромная, большая собака идет. Хотя эти вот спокойные, хорошенькие, спокойненькие. Привет вам, уточки, привет. Уходят, уходят, все-таки тайга, она для них небезопасная. А вот и наше знакомое уже семейство. Медиде со своими лебедятами, с детишками. Сань, не подходи близко, не надо, не надо, это папа. Это папа, не надо, не надо. Да, 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 не кричи, мы к тебе не подойдем. Да, это она к деткам своим подплывает. А вон и поезд. Ну, никого нету, потому что, опять же, рабочий день и по такой погоде, ну кто будет гулять? Тайгунька, сидеть, сидеть. Молодец, умница, сидеть. Ну, пойдем, Саша, пойдем, не будем их вводить в такое состояние, да, нервное. Пойдем рядышком, пройдем. Вот тайгушка идет рядышком. И вон там, вон. Лебедь. Да, но мы к тебе не подойдем. Тогда сидеть, сидеть. Сашенька, ну отойди, пожалуйста. Да, вон она, тайгунька. И вон лебедь красивый. Мы сидим, мы не двигаемся, и он тоже к нам не подходит. Да, ну и хорошо. Как птички поют. Одно удовольствие с собачкой вот так вот гулять на таком прекрасном полотке, вот с такой послушной собачкой и в таком красивом парке. Ну, какое дерево необычное, ветвистое, переплетенное, перекрученное. Удивительное дерево, экзотическое, необычное. Друзья, вы видели, как хорошо тайга, как спокойно тайга относится к птичкам, к лебедям, к уточкам, ну, ко всем птичкам, потому что она их видела с самого детства, с самого щенячества. И мы постепенно приучали спокойно относиться к этим птицам, не агрессивно. Если какие-то попытки были, мы тайгу успокаивали и говорили, это неправильно, как-то отвлекали ее. Вот, и она спокойно относится к птицам. А вот к коровам, конечно, коров никогда тайга не встречала. И когда мы выезжаем в Альпы, куда-то вот на время отпуска, очень тяжело, очень трудно с тайгой мимо коровок проходить. Конечно, потому что она никогда не имела опыта знакомства, и она не знает вообще, что это за животные. Вот с ней в Альпы, коровам, между коров проходить очень опасно. Ну, как-то надо и с коровами ее знакомить. Да, Санька? Да. Будем знакомить? Тайгунька. Тайга, привет! Тайгунька, смотри, грибы не съешь, а то будет потом делу. Вот, сейчас мы тебе мячик побросаем, да, Тайгунечка? Тайгушка моя. Ужасный ветер. Тайга, нельзя. Мячик у меня в руке. Сейчас я Тайгуньчика отпущу. А, поезд все ездит, все ездит. Тайгунька. Тайгунька, ко мне! Ко мне! Моя умничка, ко мне! Давай, мячик. Давай, Зайка, давай. Молодец, молодец. Сидеть. Тайгунька. Друзья, мы когда грибочки видим на улице, да, дикорастущие, я всегда вспоминаю случай, когда мы с детьми приехали в Севастополь. Вот, и так получилось с отравлением. Мы попадаем в больницу, в детскую больницу на комплексе, на остряках. И там лежали люди, тоже ждали своей очереди. Я спросила у медсестры, там какая-то такая сложная ситуация была, все бегали, что с этими людьми, там ребенок еще был. И женщина рассказала, что эти люди уже второй раз поступают за неделю к ним. Вот, первый раз у них был случай с этими же людьми, они отравились грибами. Саш, пойдем сюда. Отравились грибами, их откачали, в общем-то, привели их здоровье в норму. И получается, люди приезжают домой, банка грибная, банка грибов у них стоит в холодильнике, никто не выбросил. Они эту банку грибов пережаривали и повторно съели. И повторно с таким же отравлением грибным попадают в больницу с ребенком, ну и сами тоже в таком тяжелом состоянии. Вот так вот. Так что нужно с грибами очень быть осторожными, потому что они очень любят маскироваться под съедобные грибы. Но я в эту тему даже не лезу, я не разбираюсь, просто растет гриб, он и растет. Я никогда его не буду рвать, и уж тем более готовить. Вот такая вот у нас история была. Не совсем интересная, печальная, конечно, но она была. Вот, а мы попали туда с Санькой. Санька там что-то съел не то. Все свеженькое было, все ели то, что все ели. Но почему-то вот он попадает в больницу. И спасибо большое докторам, спасибо большое России. На тот момент Россия уже была в Севастополе. Нас принимают и даже не спрашивают паспорт, не спрашивают страховку, потому что страховку мы в Австрии делали для Саши, потому что Саша австрийец, он является подданным Австрии. Вот, но так как я севастопольчанка, ребенка без проблем принимают в больницу и ложат в отделение. Вот так вот. Наши вечерние посиделки-полежалки на балконе. Вот, ай-ка, я только стала снимать, и она пришла, слушай, хотела в камеру залезть. Где твой мячик? Ты ж так лежала спокойно. Где мячик твой? Иди смотри, да. Вот, на балконе со своей игрушкой. Златоська отдыхает, и хорошо, прохладненько на бетончике лежать. На улице жарко, хоть и вечер. Заросли еще джунгли наши, пока не выросли. Еще все маленькое. Ну, лето впереди, лето, в принципе, только началось. Какой у этой кошки фонарик подсветка, подсветка какая ночная классная, да, Теллинг? Классная у тебя подсветка. Привет. Привет. Ух, баловница. Ух, и баловница ты. Можжевельник, туя. Все растет, подрастает. Ну, вот какая еще у нас подсветочка есть на арке, красивая. Вечером так красиво здесь сидеть. Садуська, Лядка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так-так-так-так-так. И Тайга сюда с мячиком, со своим, да? С игрушкой. Да, с игрушкой со своей. Сидеть. Сидеть. Я же не буду бросать. Здесь разная рассада, Тайга. Не буду бросать. Иди на место. Иди на место. На место. На место. Ложись на место. На место. Молодец. Ну вот, а теперь мячик я тебе покачу. И будем так с тобой на балконе играть. Бери. Давай. Давай мячик. Все, иди на место. На место. На место. Лежать. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. И так, всем доброй ночи, дорогие друзья! Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Приятных вам сновидений! Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...